И снова здравствуйте, с вами Деф. Ну а мы продолжаем знакомиться с историей комикса ГОДС. Итак, история начинается с месяца тому назад. Некая женщина заходит в детскую комнату и прощается с детьми, потому что ей нужно уходить на работу, а детям пора ложиться в кровать. И мы видим, что это четыре девочки. У трёх из них чёрная кожа, прям эбонитово чёрная. А одна, наоборот, белая, будто слоновая кость. И они просят эту женщину не уходить, потому что они хотят, чтобы она рассказала им историю. Пожалуйста, чтобы лучше спалось. Женщина говорит, ну хорошо, но всего один параграф. Но только один, договорились? Девочки рассаживаются вокруг неё, счастливые, довольные. Обратите внимание на куклу рыцаря с оторванной головой. И в целом игрушки, которые разбросаны по комнате. Это всё будет важно дальше. Вот прямо сейчас поставьте всё это на паузу и внимательно разглядите. На самом деле нарисовано просто блестяще. Итак, женщина открывает книжку и начинает свой рассказ. Давным-давно был мужчина. Он был путником из далёких-предалёких земель. Далее совершенно блестящая рисовка. Он путешествовал много дней, и путь его был сложен. Он настолько долго и много ходил, что стёр обувь. И вот в один прекрасный момент он набрёл на деревню. Таких деревень он раньше никогда не видел. Жители деревни приняли его с распростёртыми объятиями. Расспросили о всех его путешествиях. И узнали много нового. Затем они накормили его, уложили его в кровать и получили всё, что хотели. А затем женщины этой деревни сварили его в чане. Друзья, я специально выдерживаю драматическую паузу. Мы переносимся в реальность. Женщина закрывает книжку и говорит «конец этого параграфа». Какие-то вопросы есть? И девочки в полном восторге. И они спрашивают «А какой он был на вкус? Ой, наверное, был невкусный. А что они сделали с его костями? А можно ещё параграф, хотя бы один?» Женщина закрывает книжку и с любовью говорит «нет». Мы же договорились только один. Мне пора на работу, а вам пора в кровать. Сладких снов, мои милые лебеди». Друзья, мы прямо сейчас с вами разбираем историю секретных войн 2015 года Джонатана Кикмана. И мы очень хорошо понимаем, о каких лебедях идёт речь. Мы видели с вами уже чёрного лебедя. И я вновь это скажу, говорил это уже прошлый раз. Я безумно рад, что мы сейчас начали разбирать историю секретных войн. И мы уже знакомы со всеми этими персонажами. Потому что Кикман делает отсылки к своим прошлым произведениям. Связано ли это напрямую? Нет. Но это просто приятная пасхалочка. И мы чуть-чуть больше ещё узнаем об этих конкретных лебедях. И сделаем ещё несколько отсылок к секретным войнам 2015 года. Итак, мы переносимся позже в какую-то клинику. Куда приходит эта женщина. И персонал помогает ей раздеться. Сканирует её багаж. Она вышла из дома и пришла сюда с футляром для скрипки. Вот его сканируют. И на часах 12 часов 43 минуты ночи. Она пришла на работу. Можно предположить, что она ночная медсестра. Итак, она действительно одевает форму медсестры. И спрашивает, сколько сегодня? Пока что один. Только один? К сожалению, да. Но мне кажется, даже он не очень квалифицированный для наших нужд. И вся обстановка здесь какая-то очень странная для больницы. Сидят девушки. Все в костюмах медсестер возле компьютеров с многочисленными мониторами и серверами. Я думаю, вы со мной согласитесь, что это не сильно похоже на поликлинику. Итак, эта женщина подходит к этим многочисленным мониторам и говорит, здесь живет 4,5 миллиона мужчин. Скорее всего, речь идет непосредственно о каком-то городе, в котором они располагаются. И вот они дальше обсуждают, может быть, нам стоит увеличить поиск, раскинуть наши сети пошире. Другая говорит, возможно, но это слишком рискованно. Цена может быть очень велика. И вот эта женщина, которая только что пришла, она спрашивает. В английском языке фраза звучит максимально просто. What doesn't? Ее можно применить практически ко всему, что было сказано, к любому утверждению. И просто оспорить его. Выразимся так. В русском языке это будет все звучать чуть-чуть более комплексно, потому что мы, как правило, конкретизируем. Я специально обращаю на это внимание, потому что вот этот вот вопрос, what doesn't, будет по ходу рассказа появляться еще несколько раз. Мне кажется, это важно, потому что, ну, Хикман просто так никогда ничего не пишет. И вот она и спрашивает, цена велика? А у чего же она не велика? То есть, what doesn't? Сколько мы уже держим здесь этого человека? Спрашивает эта женщина. Ей говорят, чуть-чуть больше часа. То есть, на протяжении часа этот мужчина просидел просто в закрытой комнате. Интересный момент, что сзади него какая-то дверь, которая не вписывается сюда вообще никак по интерьеру. Весь час он сидел здесь один в этой комнате. Итак, она говорит, ну, мне кажется, он готов. Я вхожу. Женщина с этим чехлом от виолончели и какой-то анкетой заходит в комнату. И между двумя завязывается максимально неинтересный диалог, где они друг друга приветствуют, как у вас дела, простите, что задержалась, слишком много работы, мы не хотели вас задерживать. И мужчина спрашивает, так мне заплатят? Она говорит, что, простите, ну, деньги. Вы мне обещали деньги, если я смогу заполнить вашу анкету и ответить на ваши вопросы. Выражение лица женщины совершенно блестящее. Ах, деньги, конечно, конечно, вам заплатят. Мистер Эндрюс, вы бы не могли ответить еще на парочку моих вопросов перед тем, как мы перейдем к финальной части нашего интервью. И далее я хотел бы, чтобы вы открыли предмет, который стоит напротив вас, какое-то яйцо, а затем записали то, что вы видите. Рядом с вами лежит чистый лист бумаги и карандаш. Вы готовы? Мужчина такой, ну, да. Скажите, вы единственный ребенок в семье? Да. У вас есть пломбы в зубах? Есть. Скажите, в каком месяце вы родились, и это было днем или ночью? Я родился в апреле где-то в 4 утра. Ну, мне кажется, это ближе к ночи. Вы хоть раз совершали преступление? Может быть, хотели? Нет, не совершал, но да, хотел. Эта женщина мило улыбается и говорит, хорошо, отлично. Я думаю, мы готовы для того, чтобы вы открыли объект. Что бы ни было перед ним, этот объект раскрывается, и из него бьет слепящий свет. Женщина спрашивает, вы видите что-нибудь? Да. Запишите, пожалуйста, то, что вы видите, и сообщите мне, когда будете готовы. Она открывает чехол для скрипки и достает оттуда молот. Помните, мы видели вот такой же молот, только игрушечный в детской? Я специально просил, чтобы вы на это обратили внимание. Он что-то пишет карандашом. Судя по всему, все это дается ему чрезвычайно сложно, потому что кровь пошла из носа, из глаз и из ушей. И вот он все это дело рисует и говорит, я закончил. Вы уверены? Да. И женщина со всей силы бьет ему наотмашь этой дубиной по лицу. Он падает с разбитым носом и такой, что? За что? Что случилось? И тут открывается дверь сзади него, на ручке которой изображена пятиконечная звезда, двумя остриями вверх. А еще в детской, в начале, была мягкая игрушка-осминога, у которого на лбу была золотая звездочка. И эта дверь открывается, из нее вылезают фиолетовые щупальца и затягивают этого человека внутрь. Женщина совершенно спокойно убирает молот в чехол от виолончели, закрывает его, берет листик, она вся заляпанная кровью, и демонстрирует листик в камеру наблюдения. В это время мы также видим, как эти щупальца полностью обматывают человека и затаскивают его внутрь. Затем мы переносимся в кабинет этих девушек, и они прицепляют листик с надписью, которую сделал этот человек, на стенку. И у них вся стена заклеена этими надписями. И глядя на все это, они понимают, что нужно еще, нужно больше мужчин. Возможно, завтра мы найдем еще. Итак, мы переносимся в настоящее время. Вся эта ситуация с этими непонятными медсестрами происходила месяц назад. В настоящем мы видим шикарные здания. И там, где-то на высоких этажах, пустая квартира с коробками. И там стоит Мия. В дверь позвонили, она подходит, спрашивает, кто это через домофон. И голос, который она слышит, она мгновенно узнает. Голос говорит, мне нужна твоя помощь. И Мия такая, моя? Да, Мия, твоя. Да, хорошо, поднимайся. Итак, это Вин. Вин пришел к Мии, чтобы попросить ее о помощи. Он восхищен этой квартирой, но она пустая. И между двумя завязывается диалог. Оказалось, что когда Мия поступила на службу к Айко и стала помощником или же адептом естественного порядка вещей, то ей тут же предоставили кредитную карту, на которой была очень серьезная сумма. Именно поэтому Мия смогла себе позволить купить эту квартиру и съехать. Как мы помним в самом начале истории, она жила с подружками в общежитии при университете. Сейчас она смогла переехать сюда. И вот она говорит, что я настолько привыкла, что у меня ничего нет. Я даже не знаю, с чего начать. Я богат, у меня есть деньги. Но с чего начать, а главное, зачем мне это? Вот даже не знаю. И Вин как раз таки и говорит, ну, я бы начал с кровати. С кровати с постельным бельем. Потому что если вдруг ты захочешь себе купить что-то еще, и тебя начнут мучить угрызения совести о том, что ты тратишь деньги, то ты всегда можешь залезть на кровать, забиться под одеяло и тихо поплакать от того, что ты, бедная несчастная, потратила деньги. Ладно, показывай. Чему ты научилась? Мия показывает ему заклинание, которое она освоила. Она научилась использовать заклинание невидимости. Если быть точнее, то через преломление света. А также она освоила заклинание бесшумности. То есть она может быть абсолютно невидимой и полностью бесшумной. Вин играючи снимает это заклинание и говорит, а ты к врачу не пробовала обращаться? Заклинание она придумала. Мия, конечно же, очень недовольна таким насмешком, но Вин не хочет издеваться над ней, он просто пошутил. И так он говорит, это, конечно, все замечательно, но то, что ты мне только что продемонстрировала, это защитные заклинания. Ты научилась призывать какой-нибудь артефакт? Мия говорит, я, если честно, даже не знаю, что это. Ну, смотри, смотри внимательно. Ты должна использовать всю свою силу, сконцентрироваться и попробовать материализовать объект, который был бы одновременно отражением тебя, самой твоей сущности, но также и оружием. Вот смотри, это мой. И Вин из света материализует кинжал. Мы это уже видели с вами раньше. Он этим оружием бросался в самом первом комиксе, если не ошибаюсь, когда появился Кубискор. Он тогда использовал именно это оружие. То есть получается, что у любого мага есть какое-то его личное оружие, которое он создает посредством магии. На самом деле концепция прикольная. И так он говорит, попробуй ты. Мия пробует делать, как показал Вин, и она материализует огромную глефу. И она такая, вау. И судя по тому, как это все дело происходит, мне это, друзья, все напоминает заклинание Патронуса и из Гарри Поттера. Волшебник не знает, как будет выглядеть его Патронус, пока он его не сотворит. Потому что это должно быть какое-то его тотемное животное. Выразимся так. И шок Мии абсолютно искренний. Она не ожидала, что именно это отражение ее сущности. И Вин, когда на это смотрит, такой говорит, ммм, да. Тебе все-таки точно нужно пообщаться с каким-то врачом. Короче, пошли, собирайся. Ты когда-нибудь грабила банк? И она такая, нет. А мы что, собираемся ограбить банк? Нет, конечно. Зачем мы будем грабить банк? Ты же богатая. Это тебя должны пробовать ограбить. Мия оценивает шутку и говорит, ну пусть попробует. У меня теперь есть магическая Глефа. И Вин счастлив, что ему удалось подбодрить девушку. Затем мы вновь видим ту же стилистику рассказа из древности про непонятных женщин, которые варят шикарный великий суп, если вы понимаете, о чем я. И далее здесь все написано в стихах. Подписчик с Бусти решил попробовать сделать вольный перевод, и мне кажется, получилось блестяще. Завершив приготовление ритуала поглощения, мы эссенцию мужчин в путь до цели обратим. Плоть кусая понемногу, открываем мы дорогу. Но сможем быть, мы впредь свободны, нам, как слепцам, узреть угодно. Мне кажется, это просто блестяще переведено. Я с рифма не дружу, поэтому огромное спасибо пользователю с ником Nothing. Это очень классно, спасибо тебе большое. Но вернемся к нашему рассказу. Суть данного стиха заключается в следующем, что эти непонятные женщины должны следовать своим ритуалам, потому что эссенция мужчины может раскрыть великий план. Они должны поглощать их плоть, и только так они смогут найти свой путь, потому что они заблудились и ничего перед собой не видят, подобно слепому, который мечтает вновь прозреть. Итак, Вин и Мия подходят к этой самой клинике. Затем Вин говорит, что заходи внутрь и делай все так, как я тебе сказал. Мия такая, подожди, подожди, а ты со мной не пойдешь, что ли? К сожалению, нет. Но почему? Потому что людям вроде меня туда нельзя. Людям вроде тебя? Ну да, магам, но я ведь тоже. Магам-мужчинам туда нельзя. Мия спрашивает, а если у меня будут неприятности, ну, старайся в них не попадать, и Вин просит ее войти. Итак, Мия заходит внутрь и совершенно спокойно говорит, здравствуйте, мне нужно переговорить с вашим руководством. И охрана такая говорит, руководством, а ты кто такая, собственно? Она достает некий магический артефакт, показывает его и говорит, давайте мы опустим все эти ненужные формальности, просто позовите ваше руководство. Итак, вызывают эту самую женщину, и она интересуется, чем я могу быть вам полезна? Мия сразу со старта выдает, я послушник естественного порядка вещей, была прислана к вам по просьбе аватара сущих сил, потому что вы забрали кое-что, что вам не принадлежит, и аватар хочет это вернуть. Женщина спрашивает, ну, интересное заявление, у вас есть какие-то доказательства? Есть, конечно. И Мия протягивает небольшой сверток. Женщина его раскрывает, и на свертке написано, в качестве наказания за все ваши предыдущие действия вас изгнали из библиотеки миров. Тем не менее, вы вновь забрали что-то, что вам не принадлежит. Верните девочке то, что вы забрали, иначе я лично сотру вас с лица земли. Итак, женщина интересуется, говорит, хорошо, у вас есть хотя бы какой-то временной отрезок, когда пропал тот предмет, который ищет аватар. Мия говорит, ну, где-то на той неделе. Хорошо, хорошо, давайте проверим наши записи. И она проигрывает записи на многочисленных мониторах, где каждый раз происходит одно и то же. Мужчина, комната, вопросы, молот, дверь, щупальца. Все вот это. Мия замечает то, что ищет. Вот, вот это он. Это Дмитрий. Да, друзья, к ним попал Дмитрий. Как вообще он здесь оказался? И мы видим небольшой флешбек. Помните маленькую звездочку, которую Вин отдал Дмитрию? И говорит, ты знаешь, что с этим делать? Дмитрий не нашел ничего лучше, как прийти с этой звездочкой к этим женщинам. И с ним произошло ровно то же самое, что мы с вами уже видели. Далее происходит интересный момент. Мия говорит, вот именно его мы хотим забрать назад. И женщина спрашивает, у всего есть своя цена. Далее Мия видит их первый раз. Она ни разу не встречалась ни с этими женщинами, не знала, что эта организация в принципе существует. Вин только что ей показал. И когда эта женщина говорит, что у всего есть своя цена, Мия спрашивает у нее, what doesn't? А у чего нет? То есть она на подсознании говорит с ними их же языком, выразимся так. И женщину данный ответ устраивает. Хорошо, тогда давай поторгуемся. Но Мия не знает, как можно торговаться, когда она не знает, что им нужно. И женщина говорит, то, что мне нужно, то, что нам всем нужно, это найти предназначение, которое мы давным-давно потеряли. Когда-то мы были предвестниками великого плана. И мир был в порядке. У нас было свое место в этой вселенной. Но эта вселенная была уничтожена. А мы каким-то немыслимым образом уцелели. Мы лишь крошки, остатки, забытые мифологии. И мы просто ищем свое новое предназначение. Они показывают Мии комнату с этими досками, на которых прилеплены листики. Ты можешь это прочитать? Мия озирается вокруг и видит во всем этом деле некий ребус. И она любит ребусы. Она взлетает над землей, и каждая эта буква начинает светиться, складываясь в что-то общее. И когда она все это дело проанализировала, она опускается на землю, если быть точнее, она падает, и говорит, нет, я боюсь, что не могу прочитать, потому что надпись не закончена. Однако, я знаю, чего здесь не хватает. И я вам могу подсказать, что вам конкретно нужно, чтобы все это закончить, и ребус был полным. И это женщин устраивает. Они возвращают Дмитрия назад. Сильно побитый, но живой. То есть, что с ним делали эти щупальца там неделю? Вопрос очень хороший. Итак, они выполнили свою часть договора. Она просит, чтобы Мия выполнила свою. Дай нам цифру. И Мия произносит 62. Это почти как 42, только на 20 больше. Вот сейчас не все поняли эту отсылку. Итак, говорит 62. Вам не хватает 62 буквы до того, чтобы вся данная конструкция, данный ребус был завершен. И они счастливы. 62. Так мало. Мы настолько близко. Спасибо тебе. Друзья, я хочу обратить ваше внимание, что 62 это 62 человека. Как минимум 62. Потому что тот мужчина, которого мы видели в начале истории, написал на листике две буквы. Хотя на всех остальных было по одной. То есть, минимум им нужно будет перебить 62 человека. Цифра вполне себе крупная. Но для них это что-то настолько незначительное, что они этому прям безумно рады. И тут в разговор вступает непосредственно Вин. Говорит, и что? Вы сейчас думаете, что мы с вами вот внезапно подружились после того, когда мы организовали этот небольшой обмен? Нет. Никакой дружбы нет. Вы только что получили пряник. Вот вам плеть. Мы все с вами прекрасно знаем, что когда-то были некие правила. И я хочу вам напомнить, что они никуда не делись. Они все еще есть. Все это время мы не обращали на вас внимания и просто позволяли вам существовать и заниматься своими делами, потому что вы действительно собирали падших, забытых и действительно низших существ. В этот раз вы приступили свои правила и взяли то, что вам не положено, и то, что не должно к вам относиться. Сделайте это еще раз. И поверьте мне, вы будете мечтать о тех хороших днях, когда все катилось к черту, на носу было тотальное уничтожение, а вы служили великому рабу Малалу. Мы договорились, и мы видим настоящий облик этих медсестер. Это какие-то совершенно ужасные существа. И они говорят, да. Хорошо, тогда всего вам доброго. И они пропадают. Итак, друзья, эти личности это черные лебеди, которых мы с вами сейчас видим в «Секретных войнах» Джонатана Хикмана. Давайте напомню, то, что мы с вами знаем на сегодняшний момент про черных лебедей. Это некие женщины, только женщины, которые находили новых послушников на умирающих мирах и забирали их к себе в библиотеку миров. И они служили великому рабу Малалу. И уничтожение вселенной, мультивселенной, для них было как некая цель и великий замысел великого уничтожителя рабу Малала. Те, кто хорошо знаком с историей «Секретных войн», я думаю, вы прекрасно понимаете, насколько данный момент эпичен. Влияет ли он на всю историю год в целом? Вряд ли. Скорее, это просто очень красивый реверанс в сторону великих «Секретных войн» и тех, кто их читал. Так вот, я вас очень прошу, друзья, если вы понимаете, о чем идет речь, кто такие черные лебеди и все остальное, не спойлерите. Мы и так с вами знаем, насколько этот момент эпичен. Давайте мы не будем портить все это ощущение для тех, кто только что знакомится с этой историей здесь на моем канале. И поверьте мне, друзья, что в будущем, в рамках «Секретных войн», мы полностью узнаем тайну черных лебедей и рабу Малала. Итак, давайте вернемся к нашему комиксу Готс. Вин безумно золой наезжает на Дмитрия, говорит, как ты здесь оказался? Каким местом ты думал? В разговор встревает маленький компьютер, который Дмитрий постоянно таскает с собой, и, судя по всему, он имеет свой искусственный интеллект. Говорит, что я не хочу ничего в данном случае отвечать, потому что меня продолжают игнорировать. Можно предположить, что он пытался предостеречь Дмитрия от того, чтобы туда идти, но он не послушал. Дмитрий говорит, а что ты хочешь от меня? Я понятия не имел, что там находится. Я просто проанализировал данное здание, увидел, что в ней очень хорошая проводимость. И я пошел туда, чтобы спрятать то, что ты мне дал. Как раз таки медсестры говорили, что он пришел к нам вот с этим маленьким предметом и захотел его спрятать в нашем гнезде. Судя по всему, это какое-то место, которое находится либо вне времени и пространства, либо в неком карманном измерении. То есть это очень хорошее место для того, чтобы его спрятать и уберечь нашу реальность от тотального уничтожения. Мы так и не поняли, что это такое, но, судя по всему, это некая бомба, которая должна уничтожить реальность по приказу Обливиона. Но Вин говорит, я хочу, чтобы в следующий раз ты думал лучше, что ты делаешь, потому что, возможно, в следующий раз удача будет не на твоей стороне, и мы не сможем тебя вот так вот благополучно вытащить в целости и сохранности. Кстати говоря, о том, что нужно быть лучше, делать лучше Мия, ты большая молодец. И Мия счастлива, она прям светится от радости. Ура, это так клево! Мне так понравилось это! Я хочу прям еще, еще всего этого дела. Становиться лучше, двигаться на новый уровень. И опять, опять совершенно блестяще нарисованное лицо Вина. И он говорит, черт возьми, я ведь твой должник, ты помогла мне сейчас. Ладно, давай я расплачусь с тобой правдой. Я очень не хотел бы тебе этого говорить, но так получилось, поэтому вот тебе правда. Есть причина, по которой Сентивары не берут себе в помощники магов. Не подумай ничего плохого, они не желали тебе зла, ты в очень хороших руках. Но понимаешь, это все равно, что если человек возьмет птенца в руки из родного гнезда, мать никогда его не примет назад, потому что он пахнет по-другому. На нем есть след человека. И Мия такая, подожди, я не понимаю, что ты имеешь в виду? Когда Айка взяла тебя под руку и указала тебе путь, то она на тебе оставила свой запах, или же давай выразимся след. След Центрума. Это и есть цена, которую ты заплатила. И Мия не понимает, цена за что. Сущие силы никогда не возьмут тебя к себе в свои ряды и не будут тебя обучать своей магии. Айка, тем, что открыла тебе этот мир, подрезала твои крылья. Ты никогда не станешь лучше и сильнее, чем ты есть сейчас. Мне очень жаль. И на этом мы будем заканчивать эту часть. Если вам это видео понравилось, поставьте ему лайк. Мне будет приятно, каналу полезно. Если вы хотите узнать, что будет происходить дальше в истории ГОДС, у нас впереди три комикса до полного финала, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, дабы не пропускать уведомления о следующем видео. Как всегда, я хочу напомнить, что приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь, на Ютюбе, либо же через мой Телеграм-канал. Там я публикую все будущие анонсы по каналу, различные комиксные новости, переводы статей, всяческие арты, а также вариативные обложки. Если вам все это интересно, подписывайтесь, будем на связи. И, конечно же, отдельное огромное спасибо моим подписчикам на Бусти, которые, несмотря ни на что, все еще поддерживают мой канал. Из них я хочу выделить следующих людей. Вулкан1995IR, Павел Фомин, Хелхел, Ибрагим Гусейнов, Сергей Милан, Костя Лебедев, Панда Монг, Николай, Капрал26, Влад Моцарелла, Мимчура, Шинджикикари228, Андрей Мательский, Станислав Отвечалов, Алексей Першиков, Сергей Семченков, Дон Кокос, Владимир Марков, Айвори Кинг, Феодор Кустов, Андрей Харченко, Смоуки, Иван Алицкий, Хитрый Крабос, Дил Варьевар, Сугроб, Игорь Фролов, Коч, Александр Белял, Алекс Котт, Антон, Сергей Бодин, Владимир, Панда20К, Коли Романов, Роман Ким, Эль Примо, Арт Лаус, Марк Аврелий, Гладинг, Доктор Зик, Сергей Сергеев, Кримзон Михаэл, Доктор Найт, Стогни, Дислеер, Григорий Мартын, Никита Дортман и Ред Феникс. Спасибо вам большое, друзья, вы самые лучшие. Также хочу напомнить, что на Boost есть ранний доступ к видео, поэтому этот ролик они уже посмотрели, а сейчас смотрят что-нибудь новенькое. А также на определенном тире подписки есть небольшие аудиорецензии на комиксы, которые не попадают в видеообзор. Ну а на этом я думаю точно все. Благодарю вас за просмотр, умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok